Издательство Эксмо. Карелла Исваран. Мама в ресурсе. Как справиться с негативными эмоциями и наслаждаться материнством? Посвящается Мулу Иуте Розали. Предисловие. Уже более 20 лет врачебной практики я сопровождаю детей, а дня их рождения – во взрослую жизнь. Некоторые из маленьких пациентов, которых я опомню еще милыми младенцами, теперь сами стали родителями. И это просто чудесно. Будучи врачом, я не понаслышке знаю о мужестве, стойкости и силе воли их матерей. Они проходят через беременности роды, справляются с особенно изнурительными первыми месяцами жизни своего малыша, переживают период упрямства ребенка, борются за подходящий детский сад и школу, не сдаются в спорах о выполнении домашнего задания и поддерживают своих детей, когда те сталкиваются с трудностями пубертатного периода. Однако вызовы, которые бросает нам материнство, этим не ограничиваются. Мне это хорошо известно, поскольку у меня самой двое сыновей. Как и любая другая мама, я готовлю бутерброды на завтрак, сижу у кровати, когда дети болеют, забочусь о здоровой еде, обеспечивая сплоченность семьи. В то же время, как и другие мамы, я стараюсь объединить в своей жизни разнообразные потребности семьи, партнерство, работу и домашнее хозяйство. Недавно одна женщина в разговоре со мной очень точно подметила, материнство не для слабонервных. При этом материнство – явление бессрочное, оно навсегда меняет нашу жизнь, каждый день готовя новые испытания. Карусель мыслей не останавливается, даже если ребенок давно покинул дом. Как говорится, маленькие дети – маленькие заботы, большие дети – большие заботы. Для матери ребенок остается ребенком на всю жизнь, даже когда в ее дверь постучат внуки. Каждый день в своем кабинете я наблюдаю колоссальную самодачу матерей по отношению к семье. В то же время я вижу, как быстро проблемы вроде бессонных ночей, недопонимания в отношениях с партнером, сложности на работе или в уходе за детьми начинают вызывать у них беспокойство, страхи и хроническое утомление. У мамы появляется чувство изможденности, и это снижает радость от жизни. С годами я осознала, насколько фатальным для семьи может оказаться такое бремя, возложенное на маму. Это положение дел не меняется до тех пор, пока мама не заболеет и организм не начнет подавать ей сигнал тревоги, возвещающая физической или психологической проблеме. И тогда, наконец, приходит помощь. Но чаще всего это происходит слишком поздно. Почему в наше время мамам приходится труднее? Огромная нагрузка, ложащаяся на плечи мам, и уровень стресса значительно возросли в последние годы. Это связано в том числе с изменениями в структуре общества и сегодняшнего образа семьи. Профессиональное обучение, образование и карьера, требует от женщин много времени, из-за чего дети нередко появляются в более позднем возрасте. Все это сокращает количество времени для планирования карьеры, брака и создания семьи и заставляет многие пары ощущать давление. Приходится думать не только о семейной жизни, но и о том, как создать комфортные условия для двух карьерных путей. Появляется все больше разнообразных требований, и чтобы быть успешным родителем и партнером, приходится соответствовать растущим ожиданиям. Все реже встречаются семьи, состоящие из нескольких поколений. Мамы не всегда могут рассчитывать на должную поддержку и помощь со стороны своего окружения. Скорее наоборот, даже если их партнеры, родители и работодатели на самом деле желают добра, чаще всего они говорят мамам вещи, которые унижают и умоляют значение их труда. Чаще всего матерей характеризуют как хаосичных и нестабильных, суетливых и неорганизованных. Она ничего не может держать под контролем. Мгновенно слышат женщины, когда от упрямства ее дитя с громогласным криком бросается на пол в супермаркете, или когда из-за очередной болезни ребенка она не может выйти на работу. В 2018 году правительство земли Баден-Вюртенберг представило доклад о положении детей и семей, согласно которому женщины среднего возраста в день тратят на уход за детьми, покупки, работу по дому и помощь родственникам, в среднем на 4,3 часа больше, чем мужчины того же возраста. Матери по-прежнему служат опорами семей и, следовательно, опорами нашего общества. А дети, которые ежедневно приходят ко мне на прием, в будущем сформируют это общество. Поэтому долгая, длиною в жизнь забота женщины о семье заслуживает гораздо большей поддержки и признательности. Я уверена, что чрезвычайно важно сосредоточить внимание на матерях, их заслугах и положении и сделать так, чтобы общество осознало их значимость и отнеслось к ним с большей серьезностью. Почему я написала эту книгу? «Я написала эту книгу для вас, дорогие мамы, как женщина для женщины, как мать для матери, потому что у каждой из нас появляются схожие заботы и опасения, только у кого-то их больше, а у кого-то меньше. Я чувствую, о чем вы думаете и тревожитесь, потому что материнство объединяет всех нас. Мне знакомы ваши проблемы – поиск детского сада, совмещение работы и семьи, трудности у детей в школе, финансовые вопросы, а иногда и расставание с партнером. В своей приемной я так часто вижу плачущих и совершенно измоченных матерей, просящих направление на курсы лечения матери и ребенка. Курсом лечения матери и ребенка в Германии называют комплекс реабилитационных мероприятий в стационарных условиях, покрываемой медицинской страховкой. Курс направлен на стабилизацию эмоционального и или физического состояния матери». Для меня становится все более очевидно. В профессии врача-педиатра важен системный взгляд на всю семью. В какой-то момент я приняла решение не просто рекомендовать мамам сохранять спокойствие, а предлагать ясные и доступные механизмы поддержки. И это крайне важно, ведь число психических заболеваний, депрессий и уровень тревоги постоянно растут и среди матерей. Эта книга предназначена как для мам, которые испытывают стрессы, перегруженные работой, так и для мам, у которых дела идут хорошо. Такие матери тоже со временем хотят развиваться и подготовиться к предстоящим изменениям, будь то различные фазы жизни детей или их собственные физические и психические изменения, которые ожидают всех в жизни. В этой книге каждая из вас найдет новые способы улучшить восприятие себя. Вы научитесь противостоять своим переживаниям и проблемам с помощью эффективных стратегий. Вы научитесь находить и принимать помощь. Так справляться с ежедневными трудностями материнства и семейной жизни будет чуточку легче, с меньшим стрессом и большей радостью. Это позволит позиционировать себя как более гармоничного и устойчивого человека не только в семье, но и в обществе. Также вам будет легче держаться вместе с другими мамами и развивать новое восприятие действительности, чтобы эффективнее и быстрее реализовывать наше видение будущего и идеи. Только когда мы сильны для себя, для наших детей и друг для друга, мы можем влиять на общество и политику, которые, в свою очередь, могут сделать гораздо больше, чтобы облегчить жизнь матерям. Поэтому самая главная задача, дорогие мамы, – начать с себя. Только если вы сами будете стабильны и сбалансированы, то сможете осмысленно и правильно справляться со всеми важными задачами в жизни, с воспитанием детей и заботой о них, с жизнью с партнером, друзьями и окружающими людьми, с работой и многим другим.